Так добровольцы из Сибири проводят военные учения. Готовятся освобождать Украину от путинских солдат. Это была необходимость. Я начал тихонько сходить с ума, потому что чувствовать себя изгоем не очень неприятно. И только здесь, когда был такой момент, когда я ощутил облегчение, когда я окончательно решился, что ухожу в легион, в иностранный легион, в этот момент я испытал моральное облегчение, что я принял правильное решение. Каким бы оно ни было простым, тем не менее оно было очень сложно. Солдаты сообщают, воюют не против своей родины, а противостоят режиму, который поработил ее и ведет к пропасти. Некоторые из этих россиян-добровольцев настолько разочаровались в соплеменниках и так возмущены кровожадностью своих граждан, что не хотят даже говорить на русском, учат украинский язык. Я почувствовал огромное разочарование в собственном российском народе. Я больше не хотел быть частью путинской России. В принципе, уже России в целом. Я не верю, что Россия, как империя, которой она является прямо сейчас, может стать свободной, вольной. Эти бойцы-новобранцы, ведь батальон постоянно пополняется. Желающих противостоять путинским войскам становится все больше. Участники батальона «Сибирь» прошли тщательную проверку на предмет истинного отношения к Украине, а затем подписали военный контракт, приняв армейские позывные для защиты собственной личности. Можно, конечно, в соцсетях поддерживать Украину, но это ничего не даст. Надо брать, приезжать и работать. Идти волонтером. У кого дух есть, тот может идти воевать. Большинство участников подразделения прибыли из России и пересекли третьи страны, чтобы добраться в Украину. Добровольцев насчитывается несколько десятков. Они надеются, что после освобождения Украины смогут сделать свободной и Россию. За это и воюют. Убеждены Путина и всех, кто поддерживает его преступление, следует остановить.